На просторах интернета мне попался вот такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, как быстро и просто построить такую поверхность Цивили? И нам предлагают вот такую картиночку, где мы явно видим какое-то инженерное изделие. Я согласен с вопросами, зачем строить поверхность, не проще ли выдавить тела. В общем-то, такие варианты решения предлагают здесь в большинстве случаев. Но мне все-таки нравится сам вопрос своей реализации. Действительно создать поверхность по вот такой необычной форме. И хотелось бы подробно разобрать, как это все-таки делается. В принципе, здесь в комментариях Василий Шумейко дает абсолютно правильный ответ. Он говорит, что необходимо использовать стеновые характерные линии. Даже подробно рассказывает, показывает скриншоты. Поэтому все абсолютно верно и правильно. Единственное, просто чуть-чуть подробнее это покажу на примере. Потому как для начинающего пользователя работа с характерными линиями, тем более со стеновыми, может какие-то там бодания вызвать. То есть наша цель – получить вот такую картинку и по ней получить поверхность. В качестве отправной точки у меня здесь несколько полилиний, которые примерно повторяют ту фигуру, к которой мы будем стремиться при виде сверху. Начинаем мы с самой внешней полилинии. Мы делаем из нее характерную линию. На отметке 0. Считаем это уровень нашего пола. То есть вот она характерная линия, сама по себе. На отметке 0. Теперь эту характерку мы добавляем к поверхности. Поверхности у нас нет, мы поэтому создаем новую. Стиль ставим к границу. Иначе будет рисовать горизонтали, нам это не надо. И вот он тип линии, которую нам надо включить. Стеновая. Нажимаем ОК. Очень важно, чтобы сейчас, когда он у вас спрашивал направление, вы указали внутрь. Иначе смещение там какое-то минимальное, которое он будет делать по вертикальной стенке, он сделает наружу, и у вас в принципе будет что попало. То есть мы всегда смещаемся внутрь. Поэтому щелкаем левой кнопкой мыши. И делаю разность в отметках какую-то небольшую в 10 сантиметров. То есть вот это маленькое-маленькое основание мы сейчас с вами построили. Смотрим. Вот оно наше основание. Следующий мы построим вот этот выступ. Опять-таки строим характерную линию. Но в этот раз мы уже привяжемся к поверхности. Потому что у нас отметка не 0, не отметка пола. А отметка в 0,10. Все, и сейчас вот эту отметку в 0,10 он нам и схватил. И опять берем, добавляем как стеновую структурную линию к нашей поверхности. Ну давайте метра на 3 наверное сделаем. Все, вот что у нас получилось. Вполне похоже с тем, что тут. Вполне похоже. Следующие характерки мы сразу сделаем обе штуки. И опять же уже привяжемся к построенной поверхности. Потому что поверхность у нас она постоянно идет вверх. И каждая последующая характерная линия, она охватает отметку предыдущего уровня. Все, нажимаем ОК. Сразу тоже обе выберем. Добавить к поверхности. Снова стеновая. Он поочередно спросит направление. Так. Ну. Ну давайте там метров 5 наверное сделаем. Раз из отметок 5. Enter. Теперь здесь спрашивает тоже. Опять Enter. Проверяем. И нам оставались вот эти две последние полилинии. Точно так же создаем характерные линии. По отметкам берем нашу поверхность. И добавляем в качестве стеновых. Характерных линий. Ну давайте метров 7 так пошибчиво возьмем. Ну в принципе и вот. Можно было чуть-чуть побольше взять. Там метров 10. Но это уже детали. Вот она наша поверхность, которую мы получили. Вот она наша целевая. Ну и давайте просто из эксперимента мы сейчас еще внутрь уйдем немножко. То есть берем, делаем подобие. Опять же с характерных линий мы будем строить это смещение от поверхности 1. Каждый раз привязываемся. У нас отметка получилась 15. Ну вот давайте мы в качестве стеновых вниз опустим на 15 метров. Минус 15. Щелчок левой кнопкой мыши. Enter. Минус 15. Enter. И смотрим, что же за чудо-юдо мы получили. Мы получили вот они наши такие тоненькие стеночки, которые ходят вниз. И вот до сюда мы их получается выдавили. Вот такую нестандартную поверхность мы с вами получили при помощи инструмента характерная линия в качестве стеновой структурной линии для поверхности. Штука красивая. Не могу знать в чем полезная. Но для практики работы с характерными линиями задачка была интересная. Продолжение следует. ningar. Продолжение следует...